Всем привет! Снова с вами GameDragon и у нас продолжение Railway Empire. Мы все так же стремимся на Лондон, хотя мы Лондон уже достигли, мы стремимся развить его. Значит, за кадром немножко я проиграл, буквально совсем чуть-чуть. Что я сделал? Значит, я купил ранчо молочной фермы и увеличил его два раза. Теперь у меня производят в неделю 6,4 бутылки, или вагона точнее. И сдублировал два раза поезд. То есть теперь у меня три поезда носятся на склад для того, чтобы обеспечить сыровые потребности. Сырные потребности нашего дорогого Манчестера для начала. Видите, он начал потихонечку расти. Что произошло буквально сразу, как я закончил прошлую серию в Лондоне? В Лондоне достигло количество жителей 40 тысяч, видите, только сейчас. И я построил литейный завод. Я так подумал, что в принципе все плюс-минус у нас уже есть. А вот литейного завода у нас нигде нету. И уголь, и железо у нас с вами рядом. Смотрите, здесь железо, здесь уголь. Я решил, почему бы нет, в Лондоне не построить сталелитейку. Возможно, можно правильнее было бы дождаться Норнхэмптона. И здесь было бы еще ближе. Тем более, здесь рядом бы склад был. Хотя он и так уже забит. Хотя тут действительно осталось совсем чуть-чуть. Возможно, я ошибся и сделал это опрометчиво. Но, тем не менее, в Лондоне у нас теперь есть сталелитейка. Что еще произошло? А ничего. А, выплатил кредит. Я выплатил кредит раньше времени со штрафом 35 тысяч. И, как видите, остался с миллионом 366 тысяч. Хотя, когда я выплатил кредит, у меня на руках оставалось 400 тысяч. Также я продал, наконец-то, акции в потребительских товарах. Вернул свои 150 тысяч и заработал аж 6 тысяч сверху. Продукты питания. Вообще, какая-то странная штука. Если продавать... О, заработало. Я только что проверял. Интересная получается ситуация. Если я продаю где-то порядка 20 акций, у меня какая-то там 2-2,5 тысячи прибыли. Если я продаю все вместе, у меня ничего не получается. Так, так как они в топе, мы их сливаем сейчас. Протребительские товары тоже полезли. Промышленные лезут. Сырье так себе. Я больше с ним связываться не буду. Нафиг-нафиг, закричали гости. Так, исследование. Мы ждем еще пару месяцев, чтобы получить все-таки Джервиса. Лондон. Главный наш проблемщик Лондон. Смотрите, перестал расти. Мы к нему привезли. Он вырос до 40 тысяч. И теперь у нас случилось следующее. Яблоки, рыба и пшеница перестали к нему доезжать. Значит, ну, во-первых, далековато, как вы понимаете отсюда. Второй момент. Рыба, яблоки и рыба. Яблоки и пшеница. Пшеница, кстати, дофига. А вот яблоки и рыба у нас с этим проблема. Но под Лондон, блин. Под Лондоном есть отдельная деревянная ферма и яблочная ферма. И можно, наверное, так как у нас яблок жрет, он 6-4. У нас только производство пивоваренное. Оно же, сидра варенье. Пшеницу будем доставлять со склада. Я там пробил пару поездов туда. Твит, бог с ним. Нам бы самим твит получить. Дерево, он тем более спрос есть. Я даже знаю, откуда он его доставляет. Смотрите. По-любому. Голову даю на отсечение, что он дерево доставляет с этой фермы. Ну да. И сюда, кстати, в Оксфорд ездит это дерево. Ну, оно здесь тесно, чтобы в Оксфорд возить дерево. Хотя, подождите, стойте. Оксфорд. Он тоже не растет. Почему наличия нет ни яблок, ни пшеницы, ни рыбы? Так, надо растить. Значит, у нас проблема с рыбой. Опять проблема с рыбой. Ее мало. Значит, смотрите, что у нас здесь. 2,2 в неделю первого уровня. Как вам на то, чтобы его купить? Точнее, мы его уже купили. Это наше предприятие. Давайте его расширим дважды. 300 и 600. И будем иметь 8,8 вагонов в неделю. И найдем тот рыбный состав. Рыбный обоз, так сказать, который возит рыбу нам. Вот этот фиш, гейба фиш, это не тот. Хорошо, смотрим, что у нас здесь. У нас есть фишвуд склад, который возит. Фишвуд склад, он возит дерево. Так, это не то. Давайте тебя назовем просто вуд на склад 2. С тобой хотя бы будет понятней. Фишвуд кембридж. Это тоже, который возит дерево в кембридж. Тогда мы пишем вот так. Вуд кембридж. Давайте порядки наводить сегодня будем. Фишвуд, мясо. Это окей. Но ты сначала что везешь? О, ты везешь рыбу. Ты везешь рыбу. Потом ты берешь на склад 1. Выгружаешься в Нордхемптон, в кембридж. Короче, ты слишком долго туда-сюда лазишь. Давайте мы сделаем тогда парочку отдельных, просто отдельных экспрессов, которые будут гонять туда-сюда. И давайте вот добавим Firefly. Нет смысла добавлять. Он будет тормозить. Там слишком много поездов. Ладно, Джон Бул и охранника на рыбу. Вот так и сдублировать. И все, отпускаем. Пусть ждет. Стоп, пивоварня, Форт Вильям. До свидания. Ты слишком далеко в Шотландии. Хорошо. А здесь кто нам пивоварня на продажу? А, ну, понятно. Только что мы ее смотрели. Так, рыбкой загрузился один. Поехал. Смотрите, вон он поехал, рыбка. Кембридж вырос. Здравствуй, дорогой. Сколько? 60 тысяч. Замечательно. Сколько у нас городов 60 тысячников? Значит, 4 полоски это 60 тысяч. Я правильно понимаю? Да, Нотингем? Да, Нотингем. Значит, у нас есть. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. И куча городов на подходе. То есть, отлично. 5 городов по Петербору. Ну, понятно с тобой. Ты. Понятно, что проседаешь. У нас однозначно наберется 5 городов 50 тысячников. Это просто замечательно. Почему ты все время говоришь, что у тебя нету подходящей продукции? Что ты вообще возишь? Уит фарм. Здравствуйте, приехали. А как это у тебя подходящей продукции нет? А что у нас с фермой не так? 12. Ты чья ферма? Ты моя. Замечательно. Ой, я, по-моему, без денег остался. Ладно, останемся так. Пшеничка. А пшенички у нас на складе, по-моему, и так много. Манчестер население 90 тысяч. Ура. Мид Ланденемис главный перевозчик. Супер. Мы с вами достигли 90 тысяч. Я знаю, почему он не возит. Потому что здесь 94. Вот почему. То есть можно было не увеличивать, блин. Просто нам ее некуда девать. Я бы так сказал. В Оксфорд мы начали возить. Оксфорд начал расти. И в Оксфорд надо увеличить количество перевозок. Я вам должен сказать. Так, Манчестер рост. Сейчас разберемся. Со склада в Оксфорд. Что тебе надо? Яблоки нужны. Мясо надо. Пшеница дофига. Молоко надо. Картофель надо. Ну, они же овощи. Так. Овощи где-то были здесь. Их 51. Так. Я вам честно скажу. На склад Оксфорд надо два поезда. По-лю-бе. Раз поезд. И два поезда. По-другому мы не пройдем. Смотрим. Появилась третья табличечка. Третья производствочка. Третья производствочка. У нас с вами денежек нету. И само производствочка не сильно-то и крутое появилось. На самом деле. Мебельный завод. Ну, такое. В принципе доски у нас в лице есть. Да? Да. Почему бы тогда не сделать здесь мебельный завод? Сколько денег? Не можем построить. Потому что... Потому что никто мебели еще не требует. Вот в чем проблема. Вот это вот зараза такая штука в игре. Что если никто еще не требует, вы не имеете права ее построить. Это очень глупо, мне кажется. Когда мебель начинают требовать? 115 тысяч. 120 и 120. А, ну тогда... Тогда я бы сказал. Уголь? Вискарь у нас уже есть. Кстати, уголь начал требовать. Вискарь есть. Здесь, в принципе, все остальное проходное. А давайте мы оставим на откуп компу. Пускай сами. У меня и так этих предприятий уже снабжать, не переснабжать. Вопрос просто в другом. Уголь. Уголь, уголь. Поместье Хинкс. И, походу, тут есть поезда, которые нам возят вот эту шерсть. Сюда еще и уголь можно затаривать. Смотрите. У нас здесь ходит два поезда. Опять этот ездит туда-сюда, блин, с этими. Ох ты, господи. Ты где вообще такой взялся? А хотя, с другой стороны, все правильно. Ему же нужны уже и доски, и это, и все. Он сейчас все продаст. Ааа, шикарно. Просто шикарно. У нас Манчестер самый крутой город. Смотрите. 90 тысяч и растет дальше. Потому что уголек привезли. А без угря они обойдутся. Так, супер. Я тогда вообще тебя не трогаю. У меня вопрос. Что делать с тобой вот здесь, в Нотингеме? Где моя одежда? Я хочу одежду вывезти вот сюда. Во-первых, я не сделал здесь проезда. Начнем с этого. Так. Как бы так сюда, вот на одну из этих магистралей затарится. Этот съезжает сюда. То есть, значит, этот должен съезжать куда-то туда. Вот, например, вот. Например, как-то вот так. Вот грубо так. Вот, например, да. Вот мы возьмем вот как-то так. Например. 15 градусов. Обалдеть. Обалдеть. Так. Ну, тут можно одноколейкой обойтись на самом деле. Нет, не обойтись. Потому что эта зараза даже будет навстречку выезжать. То есть, это надо вот как бы сюда поставить. И будет она пересекать вот таким вот образом. Так. А здесь, например, это удалить. Эй. Не пойдет так. Вот так. Помните, как мы вот здесь делали? Просто ставите точку на пути и у вас получается вот как-то так. И будет здесь немного. Поэтому я позволю себе вот таким вот образом это создать. Так. А здесь вот можно вот так пока. Только нет. Только вот давай нормально. Ну, что ты вот это вот балуешься, а? Ну, ну, что ты, а? Ну, прижмись. Во. То есть, ты вот так хочешь, да? То есть, нормально ты не умеешь. Зараза, ну. Ладно. Я не против. Будешь вот тут вот в разломе ездить. Вопрос в другом. Нужно ли мне это? Ну, да. Здесь слишком узко. Либо сделать вот здесь, смотрите. Сделать не так. А здесь просто вот так. Раз. Ага. Вот так. И тут. Во. Ну, то есть, грубо говоря, здесь раздваивается на две, а там одна колейка. А, наверное, я так и сделаю. Нафига мне вот эти мансы-шмансы? Здесь будет одно пересечение. Здесь он уходит туда. Здесь он, естественно, идет и как бы, ну, вот так. И здесь все правильно становится. Здесь этот, если влетает этот хвостом, торчать будет здесь. Давайте семафор вот так поставим. Так. И здесь на вылет тоже мы поставим. Раз. Давайте поменяем носом. И этот тоже поставим. Как-то так. Все. Должно работать. Мне кажется, должен работать. Склад Ноттингем должен работать. Ээээ, вопрос в другом. Ноттингем, что тебе надо? Доски. Овощи. О, молоко тебе надо. Значит, в принципе, здесь можно уже создавать путь, который будет между складом и Ноттингем курсировать. Замечательно. А и Джон Булл, и катайся себе до посинения. Так. Разгружается, загружается и поехал с одним молоком. Че, все молоко выдудлили? Гады. Ладно. Хорошо. Меня все-таки интересует вопрос. Что же с шерстью? Почему сюда возится до сих пор опять... Кто возит твид? Куда уходит детство, а? Скажите мне. Ткацкая фабрика 08. Рошейд предприятие за 500. Нет. 12 доступного сырья. То есть мы не успеваем это сделать. Его куда-то увозят. Скажите мне, куда вы возите твид? А, блин. Я знаю, куда они возят твид. Они твид сжирают. 08 требует предприятия. А 09 требует... Стоп. 7 на складе. А почему здесь ничего не отображено? Потому что это все... Это все очень непонятно. То есть здесь, в принципе, говорит, что... 7 ящиков в городе есть. Городом потребляется 0,9. Предприятие 0,8. Спрос вне города 6,7. И недельное производство все предприятия вообще по стране. 6,7. 1,6. Потому что единственное предприятие в Манчестере производит твид. И как же нам тебя сделать так, чтобы в тебе было много? Только увеличив производство. Мне кажется, только так. Значит, 500 тысяч с 0,8 до 1,6. Следующая станция будет 800 тысяч. Так, ну, Нотингем ты возишь пьянку. Господи, в Нотингеме, наверное, уже ни одного трезвого человека не осталось. Но серьезно. Смотрите, какая штука. Свиноферма скотобаза хочет... Ух ты, скотобаза, Эймсон. Хочет 330 тысяч нам дать, если мы ее присоединим к своей сети. Скажу вам честно, что-то мне не улыбается это вообще никак. Здесь, в принципе, и так туда поставки идут. Своим ходом. Кто-то там на телегах, на подводах возит. Раз, два, три, четыре. Раз. Рыба. Лес. 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 Че ждем? Ожидание Эппл. А, ждем вот этого. Понятно. Эппл Кембридж. Ты ждешь кого? Ты ждешь кого-то здесь. По-моему, мне надо в Кембридже расширяться, господа. По-моему, здесь стало узко. Что вы ждете? Скажите мне, пожалуйста. Ожидание поезда у Нил Ранчо. Этот уезжает с досочками. Смотрите, красота. Сколько досок? О-о-о-о. Десять досочек. И этот уехал. Так. Двести сорок пять тысяч заработал я. Так. Этот, опа, уехал. Проехал за перекресток. Этот стоит, потому что здесь всего две. Так. Ну что, господа. Походу, надо расширяться. Ой. Оно автоматом... А-а-а. Ты ж моя милашка. Это ж просто сказочно. Смотрите. Все рванули. Все поехали. Все объехали. А-а-а. Супер. А я еще думал, как оно будет автоматически делаться? Как надо вот здесь будет построить эти самые, если я увеличу станцию? Какая красота. Топографа надо захватить. Да? Что ты даешь? Проводить точное исследование для уменьшения стоимости новых путей. Ну, как бы. Ильян с тобой, пускай будет. Замечательно. Зато... О, смотрите как. Этот прошел молоко. Этот ждет. Ну, понятно, здесь тут четыре поезда сразу. Как бы. Но этот мимо погнал. И этот, вы видите, ушел на свою сторону туда. И этот тоже змейкой потянулся. Замечательно. Все красиво. Все хорошо. Так, ты кто? А, это ты просто. Супер, супер, супер. Да? Ой, что это? С паузы. Не снял. Я тут знаете, что подумал? О, профессор. И, кстати, две этих самых. Так, во-первых, исследование. Профессор, хорошо. Нет, давайте профессора сначала. Сколько? Эй. Эй. А, профессор. и всех. А? Вот раз и всех. По типу локомотива. Ну, то есть, вы понимаете, да? Как бы вас заменить? Я вот не знаю, есть тут какая-то быстрая замена, а? Управление поездом. Только вот Джервис. Раз. И сумма к оплате 100 тысяч почти. А вот так, на минуточку. Сколько у меня поездов, мне даже страшно посмотреть. Ой. Так, ладно, подождите. Давайте так. Значит, Джервис это хорошо. Но вы видите, сколько у меня поездов. Причем, это Джон Буллы. А это у меня еще старые походу ездят, да? Вы кто у меня? Господи, это Рокки-то у меня еще до сих пор ездят на старых. Как все печально. Блин, там же как-то было, а? Что вот можно раз и заменить. А? Или не было. Короче. Заменой займемся... О! Твит! Твит, отлично. Заменой займемся попозже. Значит, что я хотел сделать? Что я хотел еще реализовать? Смотрите, пока Лондон растет медленно, нам все равно придется ждать. То есть, без этого мы никуда не денемся. Да, мы поставки товаров даем на предприятие такое себе. С яблочками мы говорили, помните, 8,6 приехало, рыбки нету, дерево у нас, в принципе, поставляется. Пока не вижу смысла задействовать вот эту часть. Но! В чем я вижу смысл? Мы же построили с вами сталилитейку. Сталилитейку мы построили за свои кровные. И она сейчас как бы вот нолик приносит. Давайте-ка мы начнем сюда поставлять уголек и железо в размере 0,2-0,4 и будем получать 0,4 стали. Сталь мы найдем куда девать. Я правда не знаю куда на самом деле. Сталь спрос это стоп это производство вот здесь, например. спрос есть на сталь? Ага, спроса нет. Она нужна только будет для либо производства допустим инструментов и еще чего-то. То есть в составе как другой компонент. Больше ничего. Но это не значит что нам оно не нужно. Значит нам нужно будет вот это копь копь-копь и вот это копь-копь давайте здесь построим пока у меня есть деньги. Потому что чует моя задница что это неспроста. Так а как бы тебя построить так чтобы вот это вот ты вот не ездила вот аж сюда. Потому что здесь у тебя соединения с Лондоном нету. Между прочим. Видите? Вопрос хочу ли я построить через Кембридж соединение? Наверное да. У меня тут где-то даже свободная ветка оставалась. Походу. ее можно построить через Унил раньше? Нет. Как-то она давайте пойдем не отсюда. Давайте пойдем ну во-первых здесь если я построю я ее выведу сюда это не проблема оно здесь проскочит. Но создавать Кембридж дополнительным проблемным местом тоже не хотелось бы. А если например вот отсюда рвануть мимо этой станции и сюда и да наверное это будет правильно. Хоть я говорил что я не хочу да помните говорил я такое походу походу придется вот как-то так так можно чуть повыше чтобы было поинтересней вот так и тогда повести ее куда-то сюда где-то здесь бросить здесь делать вот сюда молоко можно не замыкать молоко можно сделать просто через ранчо здесь сделать проходную дорогу и выскочить на двухколейку вот сюда значит идея следующая здесь я веду двухколейку практически до упора так и потом в один прекрасный момент я с этой двухколейки соскакиваю вот как-то вот как-то так здесь я делаю переход такого класса пятерка это нехорошо это вот совсем нехорошо и что-то поменьше поменьше и помягше хорошо тебя поближе не не вариант абсолютно ну ладно сейчас придумаю вот я это придумал смотрите вот так вот так и вот здесь вот увел сюда то есть я соскочил то здесь будет как бы двухколейка сюда переходящая в одну под загрузку здесь двухколейка уйдущая вот сюда им здесь мы сейчас прокинем ее по болотам и вот так вот сделаем что получается один градус уклона мне нравится очень аккуратненько получилось и сейчас мы закроем по-моему второе кольцо у нас денег не хватит нет хватит 800 тысяч значит так здесь стоп не забыть переброс стандартную нашу штуку я не знаю нравится вам вот это вот или пропускать за кадром но вы ничего не говорите а я себе и строю так здесь тоже мы отсюда выскакиваем здесь мы выскакиваем с перехода вот так здесь control здесь control поставили с этими ничего не ясно вот тут можно кого-то втюхать нельзя втюхать хорошо можно втюхать сюда вот так и тогда этот мы поставим вот здесь переходы есть тогда это сюда нет вот так вроде заработало давайте поменяем на блокер и здесь тоже control и control и теперь у нас получится здесь красиво здесь у нас башня обслуживания есть по-моему красивая веточка получилась смотрите такая вот отсюда вот сюда и здесь здесь мы замкнем быстро и красиво я думаю без всяких на лондон так эту ветку мы замыкаем а вот смотрите можно даже сделать вот так смотрите эту сюда отдельно даже как бы будет ветка а эту ветку мы поведем и замкнем вот максимально близко вот так и будет красиво да да смотрите получилось красиво здесь две соскаки здесь все туда куда сюда надо перейдут и единственное где надо сделать переход это надо вот здесь переход сделать э че такое а че ты так криво тебе плохо кажись да так а ну бывают же глюки ну смотрите ну нормально не может сделать перехода здесь а почему все же нормально так эксперимент номер два раз два давайте отсюда проведем несколько прямых которые сомкнутся вместе здесь построим переход вот видите вообще без проблем потому что они считаются как две независимые отдельные линии видите что я их ввел сюда и мне почему-то кажется что она считается как две независимые вот теперь у нас переходы здесь есть чуть не сказал мостовые хотя это далеко не мостовые переходы так здесь вот так здесь здесь вот а здесь тоже не надо здесь у нас так все хитро получилось что у нас ничего не надо ну вот так пускай будет все есть у нас такая дело кембридж лондон а че я хотел а это ж все было ради угля только теперь вопрос как мне теперь вот отсюда перескочить вот сюда этот момент я не учел здесь то ладно здесь то ладно здесь то ладно маленькая станция маленький полустаночек мы сейчас разгрузимся и куда тебя куда-то сюда можно будет впилить тогда ты так как ты железо давайте мы тебя поставим вот так вот чтобы можно было с тобой общаться нормально так единица ты на лондон идешь на лондон здесь с тобой где ты тут заканчиваешься мы сделаем ответвление и проложим такой же кусочек маршрута так с тобой все ясно там вообще проблем быть не нужно теперь вот здесь мне бы вот это вот бы сюда бы как бы так бы хитро тогда я вот этот вот светофорчик с вашего позволения снимаю да ну ладно используется слышишь нифига не используется я команду я тебя с паузы не снимал как бы тебя вот здесь вот вот о может туннель действительно проложить но 21% это как-то очень по-моему лихо вам не кажется сколько 19 нет это дохрена по-моему и стоимость 116 19 и вы же понимаете что это вот здесь углем груженная будет а если тебя прям поверху по нашей старой доброй традиции я просто поверху спустить но но тогда ты вот здесь не перейдешь так тогда этот вытягиваем сюда а не получится теперь уже здесь не получится да сейчас мы разберемся с тобой мы тебя сделаем вот таким крутым для того чтобы здесь был выезд чтобы оно могло сюда обмянуть у нас с вами денег есть давайте пробовать здесь сработало замечательно раз сработало строим теперь проверка с этой стороны тоже должно сработать а лилуя а теперь самое сложное 46 процентный уклон и вот тот не любит он эти видите он любит когда чуть-чуть отстоять друг от дружки ай бог с тобой вот чтоб тебе плохо было так вот не так здесь семафор я даже не знаю здесь наверное не вот этот должен стоять здесь должен стоять вот этот однозначно кто не знает как расставлять семафоры факторий могу устроить мастер классы вы пишите если надо я уже нескольким людям объяснил как это работает они такие опа прозревон оказывается оно работает вот так да именно так этот сюда приходит значит это здесь это проходящий здесь уходящий переходящий туда и сюда тебя здесь остановить надо нет подождите если ты идешь сюда здесь стоишь здесь давайте мы в этот а этот есть ничего здесь не надо здесь тоже уходящий если ты прямо идешь оттуда вот здесь нужен вот здесь нужен вот такой так здесь три здесь раз два три стоит замечательно получилось смотрите вот люблю такие развязки видать не круговые а вот именно такие здесь все заработало теперь осталось соединить вот это и мы будем обеспечены углем так сначала надо ровненько на краешек сюда выехать вот наверное так даже будет красивее не не очень красиво кстати я хочу более такие перпендикулярные но кладет оно красивее получается не знаю мне нравится более такие рисковатые выезды э ты куда приехал блин не туда построил ай перескочила во время стройки перескочила представляете зараза э вот и блин все же так было красиво теперь анду шманду и прочие дела надо делать которых нету ладно еще раз этот идет на крайнюю сюда и вот когда я его двигал я перескочил в этот момент вот вот нет уже ушли вот проверяем правильно правильно а это сейчас не сработает потому что светофор мешается нет сработало нормально замечательно все и еще раз расставляем светофоры по схеме троечка раз здесь перегородочка и здесь перегородочка все заработало здесь у нас сходятся пути дорожки все в одно сюда не едем туда и едем здесь с контролом расставили дополнительные семафорчики на лондоне у нас по-моему здесь да все есть а есть у нас кстати в лондоне это ремонтная мастерская нету представляете дожились ладно смотрим здесь все заработало замечательно милодинамикс расширяет свою сеть конечно 31 станция соединена нифига себе давайте теперь проложим пару маршрутов ну как бы уголек и железную руду новый поезд настроить отсюда сюда добавить локомотив этот и пусть катает а ну смотрим он погнал смотрите уголь угольковый поезд так давайте мы единственное только я первый паровой локомотив начало новой эпохи хорошо замечательно но у нас уже не первый так здесь поставим 8 минималку это это не оксфорд кембридж кембридж без универа в каком-то манчестере есть университет а в кембридже нету так смотрите денежки капают со скоростью паровоза задание лондон 46000 40-й год а у нас 35-й ну в принципе все возможно тем более что база у нас в принципе подготовлена для завоза туда дополнительных товаров вот овощи приехали какие-то нотингем рост замечательно и тут университет фигачим будет англия мега образованная сколько мы получаем сейчас исследований в месяц 37 шикарно я считаю нотингем рост так здесь у нас чувствуются такие железнодорожные схватки всякие за платформы молочко приехало разгружайся че ждем ты ж доехала почти молоко сыр а это молоко сыр который возит уже туда это оно не приехало это оно уезжает отсюда так ну мне кажется замечательно давайте посмотрим че Лондон вот Лондоне начала потихонечку сталь образовываться процесс идет вот пошла загрузка стопроцентная расширение тебя 500 тысяч а давай 0,8 в сутки ой в неделю 7,5 вагонов угля вон пассажиры приехали и 5,8 надо наоборот начальник станции кто такой начальник станции обслуживает и отлаживает работу на всех станциях уменьшая время на разгрузку и загрузку поездов на 1% а замечательно а просто хорошо шпион журналист профессор теперь можно за 300 тысяч взять так и аукционист он у нас есть деньги должны работать ведь не успел взять их опять 800 тысяч стало хотя было 300 так так а чё это я ничего исследовать не могу э как это минус 5 очки инновации вы нашлить как это минус 5 вы чё опа баженьку нашли прикиньте баженьку так лондон сидр 42 на 43 капец какие у тебя потребности а десятку ну мы в принципе привезли у меня есть подозрение что мы со склада тебе отсюда возим одни сплошные яблоки именно по той простой причине что ты это всё производишь в объёмах просто нереальных я предлагаю 81 яблоко нифига себе я предлагаю следующее обожрись яблоками отсюда тем более это всё под боком и не мучай пацанов со склада пусть они тебе возят что-нибудь более адекватное тем более тебе это надо нотингем рост номер раз замечательно 40 тысяч взяли ещё что-то построить ну я хрен знаю что строить ой а кстати что у нас построили где а ухарьки построили построили таки угорьки тем более что рыбку и пшеничку мы сюда доставляем а нифига мы сюда пшеничку не доставляем а а мы манчестер пшеничку не доставляем в нотингеме та блин то когда же будет здесь наконец-то ё-моё никогда не будет я понял с одеждой мы тут сложно чувствую будет самая большая проблема это одежда нотингем рост интересно что же вы построите а заразы так дайте-ка я гляну на всякий случай а то мало ли я провтыкаю что-нибудь угорьки есть издательство бумажный комбинат мебельный завод его еще нет вот видите где сталь нужна с деревяшками нужны будут инструменты и консервный завод тоже из стали хотя делают из жести обычно но такое ладно пускай сами думают они построят какую-нибудь фигню среднепроходную по-любому потому что уже все есть так стоп смотрите помните я вам говорил что если вы их сразу не соединяете они хотят больше эти пока 330 хотят а вот цементный завод хочет 524 нам болеть за то что присоединиться а помните я вам говорил цемент нам понадобится и цемент кстати уже цемент требуется в Манчестере вот давайте этим сейчас и займемся правда здесь места остается меньше но помните я здесь ветку выводил не зря я эту веточку выводил так она здесь и сидит давайте вместо маленькой станции построим обычную станцию блин такая ветку не туда вывел так потому что я хотел по этому стороне здесь вот пройтись вот вот такая была идея поэтому давайте я сделаю вот наверное так а давайте ка я станции системой семафоров сделаю вот этой вот пускай оно само работает правильно мне понравилось как оно после улучшения обалденно работает поэтому почему бы например это вот так не сделать да а эту ветку мы сейчас господи перепроложим где наша не пропадала там не пропадала сям не пропадала отсюда куда я ее ввел подождите вот куда-то сюда я ее ввел да по-моему я ее вот сюда пристыковывал она у нас одноколейка была если мне память не изменяет походу да вопрос а нужно ее здесь или может ее цемент то понадобится и вот сюда можно будет сделать и выводить ее прямо вот сюда вот и к складам поэтому лучше я здесь делаю не на этот путь а я ее переключу на третий уж чего-чего но на севере я пока точно ничего не собираюсь возить если что у нас есть всегда здесь выход на единицу хотя лиц тоже растет неслабо так один процент строим ну и раз такое дело естественно я не могу упустить возможности слить сюда так а здесь возьмем джунбул и машиниста тоже здесь не будем брать ну о смотрите цемент пошел полилась цементоза так загрузили цемент нормально ну единственное теперь только мы о блин стоять ньюкасл 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 это это ну в принципе далековато и мне сейчас не нужно единственный вопрос вот он так ворвался без светофоров смотрите может так и стоит эти там стоят он все в порядок а этот фу ушел и без светофоров всех перегородил ладно поставлю тебе светофор ну тебя нафиг а то ты еще мне перегородишь всех они и так тут пачкуются и что получилось у нас с Манчестером в Манчестере у нас на сегодняшний момент 106 тысяч блин чтобы в Лондоне так сейчас было да вот как по миссии мне надо семерочку я привез спрос единица в неделю нифига себе то сегодня на 7 недель хватит неделю да неделю на 7 недель за 7 недель вот отсюда мы сюда точно доедем даже с пробками на руках потащим если что так кажись пора заканчивать на сегодня Лондон что-то опять перестал расти опять рыбы и пшеницы не хватает твит бог с ним молока мало надо будет решить этот вопрос за кадром чтобы он рос и я к вам вернусь уже тогда сталь растет замечательно с вами был геймдрагон увидимся в следующей серии ставьте лайки не забывайте подписываться и оставлять свои комментарии пока-пока субтитры и оставляйте и оставляйте и оставляйте